Тверская школа Дартса Мастер спорта из Твери в паре с Ириной Армстронг взяла золото Заметим, что Елизавета впервые играла в паре с такой опытной партнершей, как Армстронг И продолжаем общение, она очень мне помогает своими советами, поддерживает Можно сказать, что в Твери выросла достойная наследница Славы Добромысловой Девушка с царственным именем Елизаветы пришла в Дартс 6 лет назад И за это время многого добилась Поднималась на педестал по итогам чемпионата России Успешно выступала в Европе В Дартс я пришла благодаря успехам Анастасии Добромысловой и Марии Фадеевой Постоянно их показывали по телевизору Этот вид спорта меня заинтересовал И вот так вот получилось Родители подарили мне мишень на мой день рождения Была моя первая мишень И начались тренировки Наставником Елизаветы является ее отец Андрей Викторович Пугин Который привел дочь в Дартс Первым и единственным тренером является мой папа А как он тоже раньше занимался? Нет, он не занимался Он сам стал этим интересоваться Изучать Есть пара пособий по игре в Дартс И вот с ним вместе разбираемся Все методики Закончили мы заниматься танцами После этого как бы встал такой вопрос Чем заниматься дальше? А я как большой поклонник спорта И Тверского в том числе Постоянно прессу отслеживал На спортивные темы Смотрел спортивные передачи местные Ну и как раз совпал такой период Что успехи Фадеевой Маши Анастасии Добромысловой В перемешку с футболом, с хоккеем И вот Настя, Маша Только благодаря им мы узнали об этом виде спорта Вот, захотелось как-то посмотреть Что это такое Действительно, что такое Дарс для тверской студентки? Дарс это маленькая жизнь своя Она многому учит Вырабатывает терпение, спокойствие Вот То есть многому учит Я пытаюсь понять теорию, практику То есть Как сказал Че Гевара Для того, чтобы что-то завоевать Надо это у кого-то отобрать И вот чтобы это отобрать Вот надо тренироваться Заниматься, развиваться Физически Специальная подготовка Психологическая То есть это развитие Это жизнь То есть Дарс это такая маленькая модель Всего мира Вот как глобус Маленькая модель земли Так Дарс это маленькая модель Жизни общества Вот и если ты нашел себя в Дарс То конечно у тебя шансы найти себя В общей жизни Общества Ну значительно повышаются Елизавета вместе с отцом Осваивает и науку Дарса Они ставят себе цель Успешно выступать на каждых соревнованиях Последовательно стремиться к новым вершинам Но для этого нужно много учиться и трудиться Что в данном случае суть одно и то же Ввиду того, что Советское среднее и высшее образование Оно было должного уровня То есть тогда не было еще интернета И человека учили Развиваться самому То есть искать источники информации Литературу Вот Общаться с людьми Изучать их опыт Ну и как бы вот это вот умение Из той учебной жизни Оно сейчас как бы так Очень пригождается Вот Поэтому мы развиваемся Мы сегодня что-то не знаем Завтра мы уже это знаем Вот На следующий день что-то не знаем Стремиться чтобы узнать И мы это узнаем То есть идет развитие Вот и дочки Мое Мы этим в общем-то счастливы